всем привет на связи федор васильев мы продолжаем с вами изучать систему джекаса и создавать интернет-магазин следующий на очереди у нас на главной странице оформляется три вот такие вот категорий то есть я уже просто знаю что вот это у нас вывод именно категорий от товаров джекаса это мы и будем делать в этом уроке но перед этим я хочу сказать несколько слов о вчерашнем уроке редакторе когда мы с вами отключали редактор чтобы у нас не резался код об этом сейчас поговорим я нашел другое решение которое поинтереснее и не придется постоянно бегать и отключать редактор то есть включенным редактором можно сделать так чтобы конки нас не резались это первый момент второй момент на странице разработчика джекаса авторизуйтесь здесь есть вкладка форум давайте перейдем и здесь есть такая интересная вкладка на форуме это официальное сообщение и новости джекаса вы можете подписаться на нее и к вам будут приходить уведомления на почту об всех обновлениях системы об обновлениях шаблона и так далее кликаем давайте по заголовку вчера вышло обновление ведь обновление шаблона и и market от 12 числа 10 месяца семнадцатого года то есть он 13 буквально вчера давайте перейдем и посмотрим что там у нас есть смотрите первое интеграция с компонентом с логин то есть это у нас авторизация нас эти через всевозможные популярные социальные сети если вы еще не знаете то вот отображается форма входа например в магазин и ниже есть возможность авторизоваться через вашу любимую социальную сеть через например mail.ru или вконтакте соответственно вот этот компонент с логин он коммерческий я вам сразу хочу сказать но теперь есть интеграция то есть они легко здесь будут интегрироваться а дальше смотрите подробно смотрите в документации да и вот ниже здесь есть документация 12 обновление документации здесь в pdf документе вы можете скачать обновленную документацию там рассказано как настроить то есть подключиться наши системы джек джекасса и компонента с логин то есть если мы с вами сейчас посмотрим на наш магазин я пока не выводил форму авторизации да то есть давайте посмотрим на сайте дэма давайте перейдем с вами например в категорию мужчинам дальше мой аккаунт всплывающее окно кстати отключается в шаблоне войти то мы здесь сами увидим обычную форму авторизации и уже в шаблоне есть войти через фейсбук и гугл конечно же это не для русскоязычной аудитории да мало я считаю кто будет входить через гугл и фейсбук здесь больше подошли бы кнопки вконтакте одноклассники для россии что то есть нас имеется только две кнопочки да я не знаю возможно в будущем когда закончу записывать курс по джекасса возможно будет курс небольшой мини курс по подключению по настройке с логин компонента итак теперь про редактор давайте возвращаемся с вами в админку нашего сайта я сейчас вам покажу что нужно сделать давайте сначала перейдем модули перейдем информация это у нас из вчерашнего урока да мы с вами оформляли блоки то есть вот эти вот блоки joomla уроки adobe news уроки уроки wordpress во первых иконки видно в редакторе сейчас видите их видно то есть так же как на демо сайте то есть это мы тоже сделаем потом вы видите редактор да я вам говорил если мы сейчас с редактором нажмем сохранить у нас все с вами слетит смотрите я сохраняюсь иконки никуда не деваются они видны также в редакторе и соответственно на сайте тоже все в порядке согласитесь это намного удобнее нам не придется заморачиваться с данным редактором его все время отключать нужно настроить именно сам редактор тени мэйс выходим из модуля переходим расширение плагины отсортируем по включено чтобы нам не мешали отключенные плагины до находим редактор тени мэйс вот он заходим а здесь есть и такие вкладки набор 0 выбираем и здесь показано назначить этот набор для то есть будет действовать администраторов редакторов и супер юзеров то есть если у вас вдруг какие-то обычные пользователи зарегистрированные имеют доступ к этому редактору например оформление статей соответственно для них набор 2 да вот написано паблиш на для них не будут действовать эти настройки у них код будет обрезаться а именно для нас администраторов не будет здесь мы на вкладке набор 0 прокручиваем ниже вам нужно вот здесь вот дополнительные валидные элементы написать вот просто вот это слово как у меня смотрите внимательно span две квадратные скобки и между ними звездочка вот как только это напишите сохранитесь потом вот здесь у вас сразу перестанут отрезаться от эти иконки в коде то есть уже можно не отключать редактор если же вы хотите чтобы иконки были видны в самом редакторе в редактировании модуля то чуть выше пользовательский ссс класс здесь есть вот такая вот строчка я вот эту вот ссылку вам дам в описании под этим видео вы сможете скопировать и просто вставить соответствующее поле в этом плагине сохранится и все эта ссылка позволяет быть видимыми эти иконки в режиме редактирования то есть в модуле в самом то есть если вам непонятно вот смотрите вам сейчас покажу модули информация то есть вот он режим редактирования прямо сейчас мы видим эти иконки вот они вот три штуки чтобы их видеть также в редакторе надо просто прописать вот такую строчку ссылку вот и все теперь возвращаемся к теме урока нам нужно создать вот такие вот давай час на home перейдем вот такие вот категории конечно же это категории джекаса давайте переходим джекаса на нашем сайте компоненты джекаса категории конечно же у нас тут ничего нет и здесь такая фиолетовая кнопочка создать кликаем по ней первая категория я назову джумала алиас автоматически проставляется так же как в статьях думал мы это не трогаем дальше справа вот здесь колонка параметры родитель нет родителя ставим галочку состояние опубликовано здесь ничего не трогаем дальше параметры публикации кликаем на вкладочку заполняем обязательно описание категории ключевые слова не обязательно то есть это уже seo чтобы индексировались категории здесь пишем небольшое описание одного и двух предложений дальше дополнительные параметры изображение категории если вы хотите чтобы у вас на главное были вот такие вот картиночки как здесь например мужчина женщина и аксессуар вода то изображение загружается нажимаю выбрать то есть я уже подготовил заранее три изображения 240 на 240 пикселей нажимаю выбрать так вот три изображения у меня джумалами use wordpress так выделяем их открыть загрузить три изображения загружены выбираю сначала джумалу вставить параметры доступа мы здесь ничего не трогаем нажимаем сохранить дальше мы нажимаем сохранить копию здесь альяс мы вычищаем оставляем чтобы ничего не было пишем adobe muse конечно вы пишете свои категории названия я свои также загружаем изображение это на смеюс вставить нажимаем сохранить и третья категория сохранить копию конечно категория может быть не ограниченное количество пока делаем вот по три альяс вычищаем здесь я пишу заголовок wordpress дальше переходим дополнительные параметры изображения выбираем wordpress вставить сохранить закрыть итак три категории у нас готовы кстати кто если не видел джумал 4 который выйдет скорее всего в 2018 году интерфейс дизайн полностью админки будет изменен и он очень похож прям один в один как админка джекаса то есть прям расположение все также другие только цвета так что если интересно в интернете посмотрите джумал серии 4 и так чтобы посмотреть как выводится категории на демо как вот здесь да мы заходим в админку нашего быстрого старта переходим компоненты расширение модули здесь мы выбираем с вами состояние опубликовано и позиция выбираем home вот так как у меня то есть отсортируем только показывали чтобы все модули которые находятся в позиции home вот здесь вот до позиция вот это у нас коллекции и вот здесь показано тип джекаса категории то есть нам нужно установить специальный модуль джекаса категории заходим внутрь можем перейти о модуле как вот он выглядит он называется джекаса категории переходим в админку нашего сайта переходим инструменты расширение далее мы прокручиваем ниже ищем данный модуль вот он джекаса категории с находим его версии 13 free нажимаем на кнопку установить установка модуль успешно завершена и давайте сразу обновим шаблон посмотрим у нас же вчера обновился шаблон он по моему на самом низу вот он у нас 27 стабильная версия давайте обновимся и у нас установка файл успешно завершена то есть шаблон мы тоже обновили с вами также видим что у нас подсвечивается желтой кнопкой обновить gsu market templates также кликом обновить установка шаблона успешно завершена и в этой области подсвечивается у нас два не обновленных расширения genetics framework и джекаса но вы помните да вот здесь они написано бета бета пока бета значит не стабильно работающие еще пока не обновляем пока эти два расширения все остальное у нас вроде все обновлено и так модуль мы с вами установили давайте переходим расширение модули вот у нас сразу здесь находится выключенный да мы с вами заходим внутрь сразу заголовок мы скрываем здесь можете для себя как-то обозначить по-другому это назвать позиция это у нас home главная страница home выбираем состояние опубликовано сразу привязка пунктом меню выбираем только на указанных страницах у нас это выводится пока только на главный так и оставляем и так смотрим в админку модуля категории с как здесь все устроено здесь ничего интересного нет все по умолчанию и модуль как настроен выводится список можете поиграться здесь другие разновидности отображения отображение категории значит как аккордеон выпадающий меню у нас стоит список категория продуктов корень количество категории выводится 3 подкатегории скрыто количество продуктов скрыто описание категории скрыто изображение категории показать переходим в наш сайт количество категорий я выставляю 3 также список корень подкатегории скрыто скрыто изображение выбираем показать давайте нажмем сохранить пойдем на сайт обновимся еще нам нужно не забыть посмотреть в категории продуктов вот именно состояние у меня в данном случае одна категория джумал только опубликовано остальные не опубликованы две я это проглядел выбираем галочками обе категории отключенных состояние кликом на кнопку и опубликовать все чтобы здесь везде горели три галочки иду на сайт обновляюсь и у нас здесь какая ситуация здесь нам нужно подбирать размер картинок видите то есть у меня в принципе все получилось но картинки 240 на 1040 квадратный здесь не подходит нужно прямоугольные также на главные вы можете не обязательно выводить по три категории можно и больше для этого перейти нам нужно расширение модули наш модуль категории и вот здесь вот количество категорий можете выбрать либо 10 либо вообще все то есть все категории будут отображаться если мы посмотрим на оригинальную картиночку то она у размером аж идет 1000 на 667 просто фотошопе можно создать такой размер то есть подготовить изображение да и у нас уже вот здесь картинки лягут нормально и так я изменил размер изображения соответствия с размерами сейчас уже смотрится поинтересней до закрывает и примыкает картинка друг другу и давайте посмотрим отличие то есть мы видим при наведении чуть затемняется эффект уже работает тут все есть заголовки по центру изображений теперь момент такой если мы посмотрим на страницу быстрого старта здесь есть еще такое слово внизу поставляется коллекция мы можем написать на что-то свое где это делается заодно мы с вами познакомимся где это находится вы помните мы с вами устанавливали два шаблона основной шаблон находится вот здесь расширение шаблоны а именно шаблон макет для системы джекаса он находится у нас с вами инструменты кликаем потом вкладка дизайн здесь самом низу есть вот видите юмаркет такой шаблончик если мы прямо по заголовку вот здесь вот кликнем мы попадаем в настройки данного шаблон переходим в параметры здесь мы можем категории в строке выбирать сколько отображать от 1 до 6 и здесь другие параметры мы с вами сюда еще будем обращаться потому что здесь у нас есть email настройка позже вы узнаете где это и зачем это нужно и вот слоган категории здесь можете написать что-то я напишу обучение пишем обучение нажимаем здесь в самом низу кнопка сохранить идем на сайт обновляемся и у нас под каждой категории автоматически будет подставляться данное слово то есть здесь дем у нас коллекция здесь у нас с вами обучение вот так вот все у нас здесь устроено конечно категории пустые если мы сейчас кликнем по какой-нибудь категории у нас ничего не произойдет выскакивает ошибка не установлен валюту по умолчанию этим как раз таки мы и займемся в следующем уроке на этом я с вами прощаюсь если для вас это видео было полезно поддержите меня пожалуйста лайком и подпиской на канал также подписывайтесь на мою группу вконтакте ссылка будет в описании под этим видео я дублирую все там свои видео уроки если вдруг вам будет смотреть уроки удобнее со страницы vk также напоминаю вам что у меня осталось всего лишь 25 уникальных промо-кодов для покупки системы джекаса с 15 процентной скидкой этого можете получить только у меня чтобы получить промо-код напишите мне просто на почту почта также будет в описании под этим видео на этом здесь все и до нового видео друзья если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на adobe muse или сайта на джумле неважно то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием хостик сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен главное примечание хостинга тестовый период 30 дней 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно второй очень важный момент возврат денег в течение 45 дней если вас не устроят услуги хостинга готовый кмс 3 года на рынке молодой хостинг это очень важно онлайн поддержка на высоте перейдя на хостик вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник это онлайн чат круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью лояльные цены мощные сервера если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге но он вам не нравится служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним у них есть замечательная акция три месяца бесплатного хостинга ознакомиться с данной акцией вы сможете перейдя на этот хостинг при оплате за год можно сэкономить до 45 процентов а также для мощных сайтов хостик предоставляет мощные сервера вы меня знаете я вам плохого не посоветую и так если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом ссылочка под этим видео переходите и знакомьтесь